приветствую всех разберем сегодня очередной бред альтернативщиков многие из вас наверняка не раз слышали от них множество так называемых разоблачение официальной науки на тему ракет космонавтики и всего подобного ну те самые которые говорят что и вакууме ракеты летать не могут и об купол ударяются и разогнаться они не могут до космических скоростей и так далее к сожалению эти альтернативные ученые тянут за собой в болото невежества нормальных людей которые в силу возраста образования верит им и пополняет ряды альтернативщиков именно для таких людей и будет это видео называйте это как хотите ликбез научпоп или как-то еще я постараюсь максимально просто и без сложных терминов и формул ответить скептикам и объяснить почему так называемый разоблачители космонавтики мягко говоря вам врут я выбрал несколько вопросов от скептиков для начала если эта тема будет вам интересно возможно будет продолжение итак поехали утверждение первое ракеты не могут летать в вакууме тут наши гениальные альтернативщики говорят раз выхлопным газом нет чего отталкиваться то и ракета в безвоздушном пространстве разогнаться не может что же гениальное умозаключение уровня детского сада наверное я не буду вам рассказывать про физику третий закон ньютона импульс тела устройство ракетного двигателя и так далее это все не нужно давайте представим некоторый объект он имеет массу и он состоит из двух частей части соединены между собой сжатой пружиной пружина зафиксирована скажем ниткой как вы догадались мы изображаем ракету одна половина массы это сама ракета вторая половина топлива пружина энергия запасенная в топливе внимание вопрос что произойдет с этими массами если перерезать нитку да все правильно они разлетятся в разные стороны причем не важно в вакууме это происходит или нет точно так же и с ракетой ракета летит в одну сторону топлива в другую по сути оттолкнувшись друг от друга так что до ракете нужно от чего-то оттолкнуться чтобы куда-то полететь только это что-то ее собственное топливо и никакие законы физики при этом не нарушаются в обоих случаях даже общий центр тяжести остается на том же месте как вы наверное догадались если массы обеих половина одинаковые то и разлетятся они с одинаковой скоростью да вы только что прослушали краткую лекцию на тему сохранения импульса не благодарите ну и попутно про вакуум второе утверждение от скептиков некоторые из них иногда возражают против полетов вакууме по причине того что в вакууме нет кислорода значит топливо там гореть не может ну это уже совсем детская версия ну раз уж зашел разговор ракеты возят кислород в том или ином виде с собой либо в чистом виде либо в составе окислителя либо вообще топливо с окислителем смешаны изначально на этом все третье утверждение аналогически продолжает первое альтернативные физики и ракетостроители утверждают что ракета не может разогнаться до скорости больше чем скорость истечения газов из сопла ракеты и они правы но при двух условиях ракета одноступенчатая и масса топлива примерно равна массе самой ракеты мы как раз затронули этот вопрос в предыдущем пункте что ж разберем чем тут дело снова представим нашу ситуацию но масса обеих частей разная допустим та часть которая изображает ракету в два раза меньше что произойдет при перерезании нити правильно обе части разлетятся в стороны но с разной скоростью и наша условная ракета полетит со скоростью гораздо больше чем скорость истечения газов кстати сколько она у нас там три с половиной четыре тысячи метров в секунду значит ракета полетит со скоростью 7 8 километров в секунду конечно в реальной ракете газы выбрасываются не мгновенно поэтому соотношение будет немного другое есть даже специальная формула подставив которую массу ракеты и топлива можно узнать до какой скорость она может разогнаться но не будем усложнять главную мысль вы думаю уже поняли со скоростью для одной ступени мы разобрались самое время вспомнить что у ракет обычно несколько ступеней отмотаем немного назад первый этап то есть первая ступень пусть для простоты у половинок будет одинаковая масса перережем нитку и обе половинки разлетятся со скоростью допустим 3500 метров в секунду а теперь представим что эта половинка также может разделиться повторяем еще раз и вот уже этот объект летит со скоростью 7000 метров в секунду потом еще раз и скорость уже десять с половиной километров в секунду а если еще и вспомнить что масса топлива составляет большую часть ракеты часто до 90 процентов и что же мы получаем в итоге скорость истечения газов никак не мешает разогнаться ракете до необходимой скорости думаю мы разобрались с этим вопросом четвертое утверждение сомнительная траектория вот посмотрит скептик на это и подумает да за кого они нас держит вот посмотрите вы же своими глазами видите что ракета никуда не летит она просто отлетает подальше и падает где-то в океане что я могу сказать тут рассказывать нет смысла тут как говорится показывать нужно вот вам земля и типичная траектория ракеты в одном масштабе а вот как это выглядит с поверхности по моему скромному мнению одно и то же думаю другие комментарии излишне и утверждение пятое заключительное обо что она там ударилась это я вот про такие видео говорю летит себе ракета причем обязательно любительская и внезапно якобы останавливается обо что она там ударилась уж не окупал ли нашей замечательной плоской земельки нет господа не обкупал да и вообще не ударилась тут нужно немного знанием отчасти я уже сказал что такие так называемые удары происходят почему-то исключительно с любительскими ракетами поправьте если я ошибаюсь многие наверное обращали внимание на то что перед ударом ракета бешено вращается вокруг продольной оси и вдруг резко прекращает для чего она вращается для стабилизации полета потому как сложных систем управления для таких ракет не предусмотрено да как правило вообще никаких систем не предусмотрено почему перестает вращаться а заодно и зачем за тем чтобы снять вот такие красивые кадры например а почему перестает активная часть траектории закончилась стабилизация не нужна для прекращения вращения используется вот такой простой механизм и очевидный вопрос а почему собственно говоря эти самые скептики сами не проверят это на практике до сих пор остается без ответа думаю построить любительскую ракету не такая большая сложность главное захотеть ладно думаю для первого раза по этой теме хватит 5 вопросов 5 ответов как я уже сказал если тема к вам покажется интересной скорее всего я сниму продолжение думаю в комментариях обязательно отметиться те самые скептики и накидают еще вопросов на этом я прощаюсь с вами всем спасибо за просмотр и всего вам доброго